Как вы едите, если бы Господь хоть на секунду открыл вам глаза на то, что вы едите? Каких только червей в рот не берете, надо только с крестом вкушать пищу. Вот придут времена, будет все отравлено, но если вы с верой перекрестите, то живы будете, а другой выпьет или съест то же самое, не перекрестив, и умрет. Идете по дороге, перекрестите ее, и как по коридору пройдете, сила креста необъятная. Матушке открывались такие грехи и помышления людей, и потому она устраивала некоторым генеральную чистку, сама перечисляла многие содеянные ими в жизни грехи и страсти, их питавшие, призывала душу к покаянию и ревности в исправлении жизни. Приходили к ней с тяготами, а она развеет все горе, будто и не было тяжести, и люди уезжали от старицы с легкостью на сердце. Всех она любила. Каждый из чад духовных жаждал встречи с ней, чтобы услышать на путстве добрый совет. И как умела она облегчать душу. Для нее все были близкие. Никто и никогда не слышал от нее, что этот плохой, а эта, мол, не такая. Бывало, что человек не понимал тяжести греха и последствий его. Тогда матушка строго выговаривала и разъясняла ошибку. Один известный спортсмен рассказывал, как на тренировке его оскорбил и ударил знакомый. Сам он сдержался и не ответил, однако долгое время имел помыслы обиды и думал, как бы отомстить, и мысленно бил соперника. В результате обидчик его заболел. После этого случая приехал он к матушке, которая встретила его такими словами. «Как же ты мог это сделать? Что? Ты кого бил? Ты зачем его бил? Я никого не бил и ничего не сделал плохого», — ответил он. Но тут же вспомнил о случившемся и понял, что и мысленный грех — такой же грех. В духовном плане и мысленный грех разрушает душу человека. Поэтому матушка постоянно следила, чтобы ее духовные дети...